Кстати, результаты конкурса, который был в предыдущем ролике с экстремальными прятками, будут в прямом эфире моего инстаграма Дима Нижнее Почерпение Маслен 13 числа в 13.00. А теперь... Перед тобой два стаканчика Starbucks. Присмотрись внимательней. Ничего не замечаешь? Ведь один из них ненастоящий. Я не дам ему выжить. Я не знаю, это торт или реально. Да ну нахрен! Вы прикалываете? Одна из них торт? Реально? Привет всем, это Дима Масленников. Сегодня мы будем отличать реальные вещи от их копий тортиков, которые сделаны просто бомбезно точно. Да не гоните, это не может быть! Чё, блядь? В ролике буду участвовать я, Эмиль и Великий Вася. И мы будем сегодня рисковать своими ценными личными вещами, которые могут не дожить до этого вечера. И самое главное, один из нас заберет призовой фонд в 100 тысяч рублей. И так как я участвую, ролик проведет Папа Габар. Ну что, пришло время забрать их вещи. Забрать их самое дорогое. Идет Габар. Привет, мои зайчики. Я знаю, что вы скучали. Знаю. Я пришел за вашими вещами. Клади. Нет. Мне нужно то, что тебе по-настоящему дорого. Например, твой телефон. Просто положи его сюда. С ним ничего не будет. Шучу. Не хочу тебя расстраивать. Мне нужна еще одна вещь. Что? А вот это мне уже нравится. Две? Дим, здесь лежит две вещи. Я хочу, чтобы ты положил соизмеримые по стоимости две вещи. Клади телефон. Ну вот. Нет, нет, нет. Подожди. Нет. Я хочу твои часы. Нет. Дим, я же говорил, с ними ничего не будет. Пизежом пахнет. Так. И когда я зашел, я увидел у тебя очки. А я думаю, они у тебя не дешевые. Я хочу их. Чувак, это очки из Дубая. Да. Чувак, это очки из Дубая. Ребята, пока с ними ничего не случилось. Стилево. Дим, как мне? Офигенно. Супер. И мне они тоже ушли. Они подходят. Эмиль, твоя очередь. Что самое дорогое на тебе? Трусиечки. Ну да, трусы. Сегодня без них. На втором месте. Слушай, давай не будем нашить традицию. Нет. Да. Это подарок на день рождения. И что? Просто положи их сюда. То есть это прям новинка. Чувак, чтоб ты понимал, я положил туда телефон. И это был мой подарок. Мне же самому себе на день рождения. Ребята, сегодня день подарков. Мне нравится. Вторая вещь. Еще. Да. То есть ты думал, ты один? У меня есть очень дорогой импраздлитель. Супер. Не подходит. Это... О. Нет. Нет, пожалуйста. Могу оставить чехольчик? Да, хотя бы. Нет. Супер. Ребята, вы знаете, я, конечно, не специалист, но коробка стала увесистой и стоит немалых денег. Ребята, мы начинаем игру. Я прошу вас покиньте на секундочку помещение. Сука. Так, ну что, друзья. Прямо сейчас я спрятал 6 вещей наших участников в эти 11 коробок. Давайте проверим вашу интуицию. Напишите в комментариях, как вы думаете, в какие коробки я положил вещи. Чуть позже мы узнаем, правы ли вы оказались. А сейчас самое время проверить наших участников. Итак, развернитесь. Че? Че? Че, когда где-то... Восемь, девять, десять. Подняли руки. Неплохо. Неплохо. Итак, напомню. Вы должны были выбрать, ребята, оригинал. Эмиль и Дима утверждают, что справа находится оригинал. Вася выбрал лево. Голоса разделились? Я даже не знаю. Я отсюда не вижу, какая оригинальная. Вы прикалываете? Так, ну что? Одна из них торт? Реально? Одна торт. Это? Это торт 100%. Это торт 100%. Это оригинал. Вася, у тебя прошло уже, не знаю, пару минут. Ты сейчас один против двоих. Ты в своем мнении уверен? Да. Да? Ну, ребят, двое, а ты один. Вася, я сожалею. Ты выиграл! Ты! Ребята, внимание! Посмотрите, какой разрыв. Вы до сих пор не верите? Чувак, это вообще... Подождите, посмотрите. Братан, это максимально... Да ну нахер. Мы в деревне! Итак, это только начало, ребята. Прямо сейчас, Дима и Эмиль, вы должны выбрать по одной коробке. Я напомню, что, ребята, там могут быть и ваши вещи. А Вася, который угадал... Я вообще переживаю. Ты понимаешь, ты не можешь чувствовать победу, потому что там будет и твоя вещь. Сейчас только удача. Эмиль! Подожди! Это жут! Стой! Эмиль, выбери уже свои наушники! Нет! Какое любимое число у тебя? Семь. Не, одиннадцать? Да хватит! Тварь, тварь, тварь! Стой! Подожди! Все, семь, все. Дима? Эм... Я хочу, чтобы ты разбил... И вообще не хочу, чтобы ты ничего не разбивал. Пусть это будет... Эм... Все, сухо. Пять! Итак, наши игроки сделали выбор. Я! Хороший выбор. Почему моя первая? Цифра семь. Она неизбежно будет уничтожена. Вы готовы? У меня сейчас... Это мои очки! Сто процентов! Это мои очки! Кто-то из вас счастливчик! Но я не уверен, что... Так повезет! Чувак, ну... Рано радуешься, там что-то лежит. Но это уже не я! А я вам скажу, сто процентов, напрягитесь. Здесь лежит одна из ваших вещей. Давайте стоп, стоп! Как вы думаете, чья вещь? Твоя. Моя? Стоп! Чувак, там... Там... Там твоя вещь. Моя? Мне кажется, что твоя, реально. Это моя любимая цифра, братан. Это моя любимая цифра. И я говорю, что там твоя вещь. Мне кажется, там его часы. Вы готовы? Я не знаю, это просто рандом. Реально. Это полный рандом. Я не мог тебя простить. Я просто не попал с первого раза. Нет, да хватит! Чего ты расстраиваешься? Это же не последний. Еще. А мне нравится эта вечеринка! Эмиль, у тебя больше нет наушников? Ребята, давайте продолжать. Я хочу новый тортик. Итак, у нас второй этап. И, ребята, смотря на это, я до сих пор не могу поверить своим глазам. Какие шансы у ребят? Хватит! Я не знаю. Это чистая удача. Давайте проверим. Разворачиваемся! Че, блядь? Да не гоните, это не может быть! Девять, десять! Поднимаем руки! Я не могу понять, как так происходит! Мы так и будем поднимать им, если мы просрались! Я не понимаю, как это работает! Итак, снова наши голоса разделились. Там точно торт есть? Там есть торт? Я не уверен. Итак, Вася уверен, что справа находится оригинал. И опять так же разделились голоса. Дима и Эмиль уверены, что оригинал слева. Я надеюсь, что вы угадали. Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто же из них был прав. Давайте еще раз. Скажите, вы когда развернулись, у кого-то из вас изменилось мнение? Кто-то из вас передумал? Нет. Вась. Ты просто, ты сегодня один одуваешься. Так, ну что? Мне самому дико интересно. Не говорю, что это торт. Нет. Да нет. Да не может быть. Не может быть, что это торт. Ты врешь. Ты врешь. Да ладно? Да ладно? Да! Да! Это настоящая она. Я обосрался! Не, искренне, ребят, это невозможно практически угадать. Я сейчас подумал, что мы будем выносить еще две коробки. Это... Давайте посмотрим, что внутри этого. Давай посмотрим, да. А прикинь, это не торт, а типа реально настоящий. Серьезный торт. Ну да, да, видишь, он это ломается. Это так вкусно! Обалдеть! Я поздравляю тех, кто победил, ну а прямо сейчас наказание. Вася в этот раз чуть-чуть... Не, ну серьезно, вот я повернулся, я... Если колонкам вопросы были еще какие-то здесь, я вообще не понял. Ну, чисто физически это невозможно угадать. Вась, один вопрос. Ты хочешь какую-нибудь конкретную вещь, чтобы я размолотил? Нет. Ты же не обижаешься за то, что я у тебя отрезал детали на Sky на канале? Девятая коробка. Не думая, домашняя заготовка. Ну, слушайте, если сейчас там будет моя вещь, это будет хотя бы логично. Чувак, если там сейчас будет мой телефон, я все скажу. А если мои часы? Хочу разрушить интригу. Там есть вещь. Это не пустая коробка. Не тяни, пожалуйста, давай быстрее. Это моя работа. Нет. Да, блядь, да что? Нет. Я не дам ему выжать. Ой, блин, Эмиль. Это же был подарок. Ладно. Чувак, сорян. Просто простим. Блядь, чувак. Слушай, Эмиль, мне кажется, это гарантийный случай. На сто процентов. Хочешь торта? Да. Можно ананас? Да. Бля, пацаны, соберитесь, пожалуйста. Ты это мне говоришь? Так, ребят, давайте это сделаем. Итак, третий этап. Я знаю, что практически все из вас очень сильно переживают за Эмиля. Спасибо. А вы не переживайте. Если хотите поддержать его, то переходите к нему на канал и поддержите его там. А прямо сейчас у вас есть 10 секунд. Повернитесь. Да нет. Жегно. Парни, блядь. Надо торт найти, да? Уже пора выбрать. А я всегда думаю, что же произойдет, если вы втроем проголосуете за один торт. Но у нас такого особо нет. Слушай, у нас с тобой какой-то ментальный контакт. Я не понимаю. Вася выбрал. Лево. Лево. Дима и Эмиль по старой традиции выбирают один и тот же предмет. Это энциклопедия о Марвел. Смотрите, из этих двух предметов один торт, второй это энциклопедия. Почему я правый выбрал? Потому что он какой-то неровный, если честно. Если левый, прямо, знаешь, как новенькая книга, прям вот ровнехонько все правый, немножко такой вот весь исковерка, но там страницы круче выглядят, чем слева. Поэтому я не знаю точно. Вася, а ты что думаешь? Слушай, я топлю за топовую новую книжку. Которую слева. А поменять нельзя, да, уже выбор свой? Тебе? Да. Нет. Стоп, подожди, а что мы ищем? Мы торт? Да, вы должны выбрать оригинал, не торт, оригинал. А, стоп, мы что, торт выбрали, что ли? Походу, да. Я что, долго? Итак, давайте еще разок. Дима и Эмиль выбрали правую книгу. Я замешкался! Вася выбрал левую. Это жопа! Правая точно, это торт. Эмиль, ты так же думаешь? Мне кажется, что... Сука! Типа, да. Мне кажется, левая это просто прям новая, новая книга, а справа стилизована под, типа, старую книжечку, это торт. 10 секунд просто вообще не хватает. У тебя в голове начинаются процессы выбора и, типа... В том-то и дело, 10 секунд не хватает. Я замешкался, я забыл, что нам надо оригинал выбирать. Я выбрал торт, братан. Ребята, Рана расстраивался. Вы готовы? Нет. Это книга. Ну, я, честно говоря, питал надежду, когда он пошел ее пилить, что это будет торт. Сука. Сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Какой он просто идеальный. Это невероятно. Это очень круто. Огромный респект людям, которые это делали. Это искусство. Ребята, чтобы вы сейчас не думали, что мы как-то там, типа, наигрываем и так далее, специально выбираем, мы смотрим на это с расстояния 5 метров. И с 5 метров это практически невозможно определить. Даже сблизи ребята сказали, что очень сложно идентифицировать, где торт, а где оригинал. С 5 метров это очень сложная задача. И за это мы сейчас будем выбирать двигеров. Итак, Дима и Эмиль. Ваш выбор. Давай надо Цуефакт первый выбирать. Сразу любой. Да. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Смотри, Бася, напрягся как. Чувак, две коробки. В одной из них лежит мой телефон. Так, сейчас я, подожди, у меня ментальная связь с моими очками. Давай, выбери их. Бля, чувак, в какой-то момент я сейчас смотрю на эти коробки. Десятое. Брат, прости. Давай 6. Я бангую. Сейчас уйдут мои очки. В этот раз, честно, я не помню, что там. Но я готов. Давай, давай, давай. Пустая? Пустая. Фух. Я выбрал правильно. И сейчас повезет. Не, ну если мы сейчас выбрали пустые коробки, ребят, мы просто экстра сексы. Вы просто герои Марвел. Ребят, 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 смотрите. Я прям сейчас вот чувствую на 100% там что-то есть. Это говорит человек, который потерял все свои вещи. Ну да. Проверим? Так, сейчас я научу вас отличать оригинал от его жалкой копии. Бывает самолет, но он бумажный. А бывает мощная машина, разрезающая небеса. Бывают забавы ванной. А бывают морские баталии. Бывает очередная игра на компьютере. А бывает настоящее погружение в игру. Бывают скучные игры. А бывает War Thunder. Онлайн-экшен о битвах военной техники на земле, воде и воздухе. Сейчас игру объяла ярость викингов. Испытай всю мощь наземных сил Швеции на новой локации, вдохновленной Стокгольмом. Теперь в твоем распоряжении десятки уникальных танков, разработанных с нордической смекалочкой. В свежем обновлении игры появились уникальные игровые механики. Одна из самых детализированных карт и улучшенные эффекты взрывов. Прокачивай технику и пичкай ее новыми модулями. Только War Thunder в одном бою встречают самолеты, вертолеты, танки. А на море сражаются торпедные катера и крейсеры. Так что скачивай эту игру бесплатно по моей ссылке в описании. Получай специально от меня приятные бонусы и круши врагов. А Габар будет продолжать крушить наши вещи. Я прям сейчас вот чувствую на сто процентов там что-то есть. Проверим? Да ладно! Вау! Красавцы, парни, красавцы! Я вас поздравляю! Так, пацаны, давайте как-то сообщать сейчас попробуем. Потому что надо попробовать, но надо все равно понимать, что у нас 10 секунд. 10 секунд давайте сейчас это. Давайте в эти 10 секунд первые 5 мы сделаем так. Если вы увидели, сразу говорите, кто за какую в первые 5 секунд. Да. Остальные 5 секунд на выбор. Окей, хорошо. Нет, в этот раз, Дим, нам надо найти оригинал. Оригинал, оригинал. Я понял, все. Работаем. Прекрасный диалог. Ребята, я вам скажу так, что я с метра так и не могу понять, где оригинал. Я надеюсь, что из 10 у вас все получится. А время пошло! Че? Нет. Бред. Парни. Мне кажется, левая. Левая. Левая, левая. Левая. А какая оригинал? Руки! Левая. Да что? Ты прикалываешь? И как всегда, сценарий не меняется. Два против одного. Стоп, неужто я неправильно выбрал? Итак, Вася утверждает, что слева оригинал. Дима и Эмиль выбрали предмет справа. Предмет, потому что я не знаю, это торт или реальность. Да идите, вот подождите, вот три секунды. Даже так не понимаю. Твою мать, мы в дерьме, пацаны. Это, это, я говорю, я вот сейчас подошел на расстояние в два раза больше и не смог понять. У в одной кастрюльке водичка такая, знаешь, типа чуть-чуть с мазиком, а в другой, типа просто пельмешис. О, стоп, я это не увидел. Там что, вода есть? Да. Там в обоих вода? Вода, перчик, лаврушка. Если это вода еще и не вода, а просто, типа, какое-то желе, я охерею в край, потому что это супер топ будет. Дима и Эмиль уверены, что это оригинал? Да. Вася уверен, что оригинал это. Даже отсюда непонятно, где оригинал. Давайте проверим. Браво. Вау! Вау! Это просто... Посмотри на, посмотри на зеркало, как разъехался. Это желе, да, сверху? Это желе и это потрясающе. Это просто, это лаврушка. Это перец, посмотрите. Это просто обосраться, как невероятно. Это очень круто. Нет, ну это, это талант, типа, ну как это делают? Ситуация повторяется? Коробок все меньше и меньше. А я хочу сказать, что у нас теперь поровну голосов. Да. Да, у нас баллов поровну сейчас. А что я... Выбирай свой телефон. Так, твое любимое число, как я понимаю, выбыло из игры. И нелюбимое тоже, смотри. Это будет очень жестко. Вась, к чему лежит душа? Я, может быть, смогу помочь тебе? Давай цифру 8. Хорошая. Знаешь, почему? Почему? Потому что в бесконечность. Телефон в бесконечность уходит. Ребята, я хочу сказать вам, что у нас всего 6 коробок и 4 вещи. Если мы сейчас пустую выбьем, это будет такая невероятная удача, что просто обосраться. В начале игры вы должны были выбрать коробку, куда я положил вещи. Давайте проверим, кто из вас угадал, есть ли здесь вещи. Братан, я себя хорош, я себя на Играх Габара чувствую. Давай, потише, пожалуйста. Кстати, между прочим, Игры Габара 3 сезон. Ребята, мы провели огромную работу и сняли очень прикольный фильм. Фильм за фильмом. Кому интересно, перейдите на мой канал и оцените мой контент. А прямо сейчас. Давайте так, ребят, перейдете, если там вещи не будет. Блин, просто я знаю, что там. Ты знаешь, что там? Да. Да ну нахрен. Что это? Что это? Простите. Дима, пару слов. Я очень любил эти очки. Я их на память купил себе из первой поездки в Дубае. И последней, ну единственной, которая у меня была. А ты их у меня отнял. Бородатый пидор. Нет, стой. Во-первых, я считаю все претензии к Васе. Так он и сказал. Да ты пидор. Тогда я согласен. Ребят, я честно говоря, хочу, чтобы наконец-то предмет выбрал Эмиль. И чтобы я его размолотил. И прямо сейчас у него будет возможность это сделать. Следующий тортик. Итак, дорогие мои друзья. Я решил немного внести коррективы в наши правила. Какие коррективы в жопу? Куда еще? У вас будет только 5 секунд. Да иди ты жопу от него. Можно Габар, ну прикалываешься, что ли? Мы за 10-то не определились. А сейчас будет 5. 5 это очень мало, ты что? Сейчас будет 5. Итак, повернулись. Вот это поворот. Такого у нас еще не было. Вася и Дима выбирают это как настоящий предмет. И один Эмиль уверен, что предмет справа настоящий. Я надеюсь. Тверд. Я надеюсь, вы поняли, почему я дал вам 5 секунд? Да. Ты лучше почему? Потому что 10 вы бы успели тут все понять. Я сейчас просто реально охерею, если типа справа прям супер настоящая коробка кажется. А ты заметил, что, например, энциклопедия Marvel была очень сильно блестящей? Да. Ладно. Эмиль, прости. Сосат! Блин, мне так хорошо сейчас, пацаны. Вау. Вау. Еще две, да, коробки? Все, Вася, прощайся с чем-то точно. Сука, слишком много единиц, блядь. Вася, расскажи, что тебя так не беспокоит в единицах. Один из моих роликов заходил в тренды, но переходил это место. Поэтому одиннадцатую коробку мы убираем. Вообще, как мне похер? Как это связано? Я сейчас... Давай я... А что там твои часы еще могут быть? Еб твою мать, я забыл. Ну, если тебе так насрать, то одиннадцатую точно. Это выбор, Вася. Раз, два, три, четыре. Четвертый. Какие предметы? Четвертый. Пятнадцать. Парни, до свидания. Все, хватит. Я сейчас с наслаждением буду на это глядеть. Ты должен наслаждаться всем этим спустя первые два раунда. Ты должен только получить удовольствие. Что это? Что это? Часы? Часы мои. Чи часы? Чи часы? Мои ли его? Мои? Они в бочку улетели. Я поймал. Васины. Да? Бля. Это уникальный случай, когда ты можешь смотреть сквозь часы себе на руку. Ну, главное, ладно, крем с ними, с часами. Главное, это был не телефон. А прикинь, там телефон сегодня будет. Ну, удобно. Посмотрите на это. Продолжим. Давайте вспомним вообще, какие предметы у нас там остались. Это Димина часы, Васин телефон. И все. Ну, слушай, вероятно, сейчас 50 на 50. Габар, не тяни. Чувак, ты, блядь, серьезно? Блядь. Ух, это жоско, блядь. Блядь. Можно? Нужно. До чего же качественная работа. Алло. Вась, ты не выиграл в этом конкурсе? Блядь. Это честно. Я, когда упала, я думала, она пустая. Упала, я думаю, она пустая. Пиздец. Так, ребята. Не время расслабляться. Еще торт. Ну что, ребята, осталось три коробки. А сзади вас находится еще один торт. Вы готовы? Сколько секунд? На этот раз. В этот раз 10. Спасибо. Это важный этап. Пошел пиздом. И поэтому вам нужно будет подумать. Повернулись. О, блядь. Ну я готов. Давай. Единогласно. Единогласно. Все участники выбрали левый кроссовок как оригинальный. Блядь, вот сейчас я опять начал сомневаться. Так, ну что. В коробке у нас осталась одна вещь. Это что? Мои часы. Твои часы. Но левые, они какие-то цвета поестественнее. Справа чуть тускнее, по-моему. Не знаю, я по толщине шнурков посмотрел. Что очень тонкие там. Но если они сделали это. С другой стороны, они воду в кастрюле с пельменями сделали. Ну это да, это да. Но тем не менее, вы все проголосовали за вот этот кроссовок. Да. Мы готовы? Да. Да. Все. Пронесло. Не, ну это нереально круто. Итак, время подвести итоги. Дим, я тебя поздравляю с тем, что твоя вещь вернется к тебе в целости и сохранности. Смысл? Да, дай ее. Нет, пускай. Нет. Давай, у тебя есть одна обыка угадать. Где она? Почувствуй. Ментальная связь. На счет три. Раз, два, три. Это правильный выбор. Где-то здесь, она сто процентов должна быть. А теперь самое главное. Кто же сегодня победил в нашем состязании? Кто заберет банк? Сто тысяч рублей. Василий. Три балла. Дима. Три балла. Эмиль. Четыре балла. Я поздравляю тебя, Эмиль. Эти деньги твои. Буря эмоций. Буря удивлений. Да ну нахрен. Да. Да просто это нереально крутой ролик, который достоин подписки на этот канал. Вашего лайка и комментария. Обязательно поддержите всех ребят, которые участвовали в этом видео. Они это действительно достойны. И в этой студии грех не спросить, что будет дальше. Ребят, 500 тысяч лайков и мы снимем похожий формат, но только с подписчиками. Дима Масленников, дальше будет еще круче.